ремонт ремонт сложно но зная что по-другому никак это делать нужно и не говорите что я ушел нет есть дом и швырева было бы все хорошо но есть он и есть электросила на комсомольской 17 она не кидает она по адекватной цене дает вам электричество рано или поздно у человека возникает проблема лично у меня два раза такая проблема возникла может быть она еще в третьем разе выскочит проблема может быть и в четвертом я не знаю о чем идет речь но проблема она простая очень редко вам с неба вдруг квартира нарисовалась как правило вы ее покупаете я купил естественно две квартиры и все они были в ленинском районе потому что ленинский очень сильно больше нравился тем что здесь полное отсутствие пробок где мы сейчас находимся комсомольская 17 за моей спиной электросила конечно квартиры были в ушатанном состоянии это было однозначно потому что мне приходилось их купить за копеечки но давайте определимся даже если это новостройка вы думаете вам прорабы там ничего не по ушам не проезжали что ли да еще как они проедут по ушам естественно никакого там меди не будет там будет обыкновенная дюраль а дюраль она извините она все понятное дело что рано или поздно закрывается но в любом другом случае при качественном ремонте вам необходимо будет поменять целиком всю электропроводку о возникает вопрос где эту качественную репроводку электропроводочку брать естественно электросила потому что во первых здесь ценники весьма адекватные и если честно я честно объясняю свою уверенность в том что электросила дешевле нее ничего в урала сибирском регионе нету в природе своей они работают грамотно и вы можете здесь купить то что вам нужно в том количестве которые вам необходимы давайте все таки определим что электросила не рассчитана только на вас нет 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 ну кому нужен провод под 4 квадрата на 25 ну он вам не нужен естественно это для тех у кого все по уму для дома такого провода не нужно давайте все таки если мы будем говорить о смысле событий определимся с качественными проводами ну тут вопрос в чем заключается вы же для себя все это делаете правильно вы четко должны посмотреть по времени по расстоянию по местам ну плюс минус добавить процентов 20 она всегда пригодится и уже то что должно быть и даже если у вас что то проблемы с мозгами как бы вам сказать вот я делал последней своей квартире дом в смысле ремонта естественно и сколько человек там ушло 15 человек свалило они не понимали что я там живу то есть они бы хотели что-то спереть но я же там живу и вот это дело не получилось но один нехороший человек взяв мои ключи которые я ему до этого отдал забрал весь инструмент очень нехороший человек ну вы знаете я верю господа бога и узнаете проблема то в чем заключается господь бог тоже мне и говорит в общем он говорит а я не буду ничего дальше рассказывать я верю в него естественно то бишь но это ладно и чтобы мне было бы нужно давайте все-таки определимся что у нас кабелями то есть лучший вариант это конечно заземляющий кабель поэтому дополнительная жила должна быть однозначно везде и всюду и я взял нормальные кабеля грубо говоря ну по 4 миллиметра 3 и в одно место давайте все таки определимся с мозгами мои на ваши мозги они все равно все примерно одинаковые да нам сейчас начинают говорить о следующих событиях и она будет даже деваться никуда не придется ни вам ни мне естественно что рано или поздно мы будем заниматься электричеством электричество вы можете брать в том числе из дома естественно и вот самый топовый вариант куда я отдал максимальное количество то есть это где-то грубо говоря я брал скорее всего вот такой вариант да такой серьезный это получается серьезный такой вариант вот такой убрал 3 на 10 я убрал знаете куда в коридор там было немного потому что рано или поздно я знаю каким образом машину зарядить накладываю вам то есть вы вы думаете что вы не можете дома включить станок по сварке можете в обыкновенную штуку вставляете и он будет нормально работать то же самое то же самое то есть ну не надо там бешеное количество посмотрите сколько а для того чтобы сделать красивый вариант даже самый простой вариант залезьте на алиэкспресс и возьмите то что вам нужно и ваша машина уже будет возле дома заряжаться не в течение семи часов а за 40 минут хорошая тема давить мало того допустим если у вас есть возможность надо это сделать и я бы рекомендовал поставить дополнительный удлинитель это тоже можно сделать взяв хороший кабель здесь ну грубо говоря хороший качественный кабель давайте уберем но так что можно было хорошо вот вот ну грубо говоря то же самое кинуть туда аккуратненько сделать его в некотором своем событии вы можете в принципе купив здесь штучку такую на перфоратор вставляете дырять сверло оно все здесь продается то есть вот чем интересна электросила здесь есть все для того что вы спокойненько сделали свой качественный дом сделали дырку сделали аккуратненько положили удлинитель каким образом чтобы никто у вас не спер этот удлинитель это это маленький нюанс маленький нюанс для тех кто не совсем доезжает о чем идет речь так вы его в розетку не втекайте и тогда у вас никто не сопрет а когда у вас есть электромобильчик вы ваткните в розетку и у вас кажется что на розетке вы снаружи есть электричество не понимаете думаете сами я это лично сразу понял и когда мы все это дело будем крепить да мы здесь же находимся на комсомольской 17 раз мы взяли провода то их надо каким-то макаром закрепить естественно то есть если мы допустим лезем в любое другое место и просто целиком меняем старую проводку то в принципе если мы в ленинском районе находимся да ну нет проблем есть определенные штучки они здесь же также продаются вы можете выпилить сколько вам нужно для этого ее необходимо прикрепить к дрели спокойненько продырявливаете забираете вставляете вовнутрь вот этих вещей здесь есть не просто все а он и и то есть все в электросиле то есть покойненько вставляем и все потом аккуратненько внедряем туда провода это внутри есть специальные дырочки которые крепятся для того чтобы все это дело крепилось это тоже самое называется либо саморезы либо закладные болты которые вкладываются и вы их внедряете и все вы положили то что вам нужно как вы хотели бы и в принципе уже давайте зададимся вопросом сейчас мы проедем в другое местечко естественно где я кое-что покажу то есть даже вам нет необходимости все это дело пропаивать есть очень хорошие специальные штучки зажимные и к слову о том что эти зажимные штучки они потом делаются таким макаром что туда даже не попадет влага тогда все будет нормально так окей вы купили свой дом да и к этому дому вам могут привести электричество потому что такое случается что дом построили построили а электричества и нету и что у вас есть у вас есть либо это которая сверху идет падает к вам там выход получается и вам надо его каким-то образом приделать к слову о том что здесь есть такие вещи которые вам позволяют в дом завести качественный трехфазный ток очень серьезные агрегаты и они тоже есть никаких проблем нет и вам необходимо будет поставить допустим или дома или еще где-то счетчик допустим его просто нету если его нету сколько нужно и главное что здесь есть большом количестве те самые автоматы разного уровня разного напряжения разная сила тока и они еще сами отщелкиваются обратно да господа мои вот это счастье то то есть уже нету тех пробок помните до пробки которые не надо было заваривать запаивать переделывать хотя в некоторых количествах здесь такие же пробки есть но смысл какой когда поставили автомат но сам выщелкивается а потом уже посмотрите где у вас что-то навернулось и потом уже сделаете клевая штука причем здесь есть вот то вот вот это все все очень много очень много и его даже если мы откроем вот эти штучки сейчас покажу вот вот сюда понимаете вот они спокойно сейчас продемонстрирую да то есть в любом случае в любом случае видите все сюда открывается ну да ладно то есть есть специальные штуки для крепежа этих замечательных устройств все есть вот иду и не надо думать они они вам предлагают все от и до кабеля проводку любой свет сварочное оборудование все для вашего бытия в сложности электричество чтобы стало проще понять события вы сможете без проблем вам здесь все объяснят там я этого не видел но в принципе для того чтобы переместиться никаких проблем не возникает может проходить вы можете сюда приехать принципе они ну будем говорить да если сильно мне нужно будет я примерно минус за 40 до карла маркса до комсомольска 17 дойду но с другой стороны до суда ходят маршрутки и никаких проблем не вот то есть принципе мы не говорим про город не шаговой доступности это город шаговой доступности и вы до вокзальной 5 можете доехать несложно вот эти штучки скрутки кабеля то бишь даже забудьте про понятие паяние этого не нужно делать вы спокойненько так хорошо закрутили и потом так хорошо расположились что в принципе туда еще очень сильно залезть то надо будет а когда сверху это еще и прикрыто на вашими дополнительными штуками под названием розетка то все 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 будет достаточно хорошо и максимально долго но другие вещи тоже здесь присутствует то есть допустим если вам необходимо соединить два провода а опять же вы думаете что паять да нет не нужно ничего даже может быть вы не будете использовать отвертку о спокойненько поставили зажали и все это очень красиво и вот этот вариант про который я вам говорю вы должны понять да в принципе как бы вам сказать если честно да процедура восстановления дома смысле ремонта дома это грубо говоря половину его рыночной стоимости я не знаю как сегодня сейчас потому что рыночная стоимость стала очень высока но будем надеяться что благодаря тому что у нас кое-что с мозгами то есть мы можем это сделать естественно ну чуть-чуть дороже чем я это делал ну сейчас поднимается вот или вниз у нас ничего не не падает к сожалению а было такое время когда наши зарплаты росли ну да сегодня то время ладно не про эту тему мы будем говорить то что нужно есть где в электросиле на вокзальной 5 сожалению здесь электрических приборов я имею ввиду дрели перфораторов вы не найдете но здесь есть то что вам позволит используя эти дрели перфораторы сделать ремонт сделать качественный ремонт а потом эти штучки которые у вас будут они вам еще пригодятся поверьте мне и вот давайте мы а вот это будет то что должно быть мы не будем говорить про ценники потому что они здесь настолько хороши и красивы только хороших ценники узнать вот он допустим очень хорошо должно быть зубиться далото такое да как раз под нормальный кабель отчик такой красивенький и что вы долго долго работали с ним так вот это здесь долото зубила стоит которая у вас пойдет куда на перфоратор чтобы она немножко прошпыгивала все остальное все можно сделать да понятное дело что будет некоторое количество мусора ну это же жизнь такая без мусора я еще не видел ни одного ремонта без мусора но придется поработать зато вы сделаете все своими руками мало того такие же разнообразные есть буры и перфоратор и в принципе в некотором смысле может работать и обыкновенная дрель есть такая штука мало того есть удлинители его вот так вот если что-то надо нужно и туда куда вы не сможете залезть все все здесь есть вот и да и если у вас возникают проблемы как это сделать где включить свои мозги то мозги включается вот здесь на вокзальной 5 электросила зайдите посмотрите и как бы вам сказать я себе вот у меня есть маленький нюанс маленький нюанс я знаю что мы все очень здесь нужно и если честно если честно уходить мне отсюда не хочется потому что это всегда нужно и не только мне прикольная штука прикольная штука кстати для всех то есть вы хотите чтобы вы платили за количество электроэнергии а для этого есть счетчики то есть они здесь есть в должном объеме на любую структуру даже есть трехфазные счетчики да есть обыкновенные двухфазные счетчики но мы говорим про вот это двухфазный счетчик я конечно рано или поздно его себе куплю потому что потому что вы хоть треснете но ничего не получится 2030 году в великобритании уже не будет машин на бензине а там будут машины на электричестве очень хорошая кстати тема я понимаю что в принципе машину на электричестве сейчас проезжает 700 километров в принципе это бог да 700 километров ну хорошо допустим я куда-то еду да и смотрю что нету никакой заправочной станции я могу заправить свое электричество но у меня есть такая штука под названием серое вещество у головной коробки не слышали зря называются мозги естественно я беру здесь беру здесь да вот здесь я беру удлинитель который мне нужен но я думаю что принц 50 метров хватит я положу его багажник я естественным образом залезу на алиэкспресс куплю себе переносную заправочную станцию зарядная такая штука не в курсе событий да то есть мы не можем своими руками сделать из 220 вольт 600 вольт да легко трансформатор есть алло алло хотя принципе детишки то вряд ли уже понимают о чем идет речь что но мы это умные те кто но уже выше за 50 годков поставьте спокойненько и все и вот эта штучка нужно знать для чего то есть я просто хожу какому-нибудь товарищ щучу а может быть это будет не товарищ показываю что вот это все дело запечатанное да видите вот запечатанное все то есть давайте мы посчитаем сколько вы платите за электричество за киловатт час логично это же да это же легко и спокойненько вот мы вам говорим вот посмотрите вот я вам четко сейчас ровно столько же заплачу втыкаем все это дело в обыкновенную розетку свой звук там дальше уже через трансформатор вы начинаете запитывать свой замечательный электромобильчик в случае чего это вам необходимо будет делать потому что все нам сейчас говорят что мы придурки а не я не вы придурками не являетесь и когда нам говорят что электричество вы не сможете найти игру ну во первых благодаря электрификации который нам свое время сказал владимир ильич ленин нас электричество сейчас хватает везде и всюду ну практически да и даже не возникает вопроса где его заряжу обыкновенной розетке заряжу любой свой электромобиль а для того чтобы это дело было быстрее я еще приподниму напряжение то есть он заряжается не 220 вольт а 660 вольт три раза не сложно только мозги свои надо включать они же есть и у вас и у меня в том числе мне часто говорят ты на кого работаешь я говорю я работаю на вас на зрителей потому что существуют разные категории зрителей у которых деньгами все в порядке и это тоже из моей когорты но не у всех деньгами все в порядке к сожалению было время было все нормально но мы немножко развернулись и что мы сейчас будем делать что мы сейчас будем делать мы будем включать то что мы должны включать а что у нас в голове у нас голове мозги так давайте включив мозги будем работать в нашей области нашей работы мы говорим о ремонте по ремонте любой штуки то есть вы захотели сделать качество и сделать чтобы проводочка ваша была это можно сделать причем в принципе вы можете сделать своими руками то есть я вам в этом сюжете показал все те примочки которые есть в электросиле они есть полностью от и до за исключением шпаклевки ну шпаклевка покупается не совсем далеко и рядышком здесь то есть вы сделали про штробили внедрили в некотором случае если допустим у вас все это дело есть очень хорошая техника и мысль такая я любитель нормального дома из дерева то есть туда даже штробить не надо все сделать красиво ровно и в некотором смысле в некотором смысле это будет симпатично да 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 это будет симпатично это будет симпатично потому что это делается это делается и все и ваша жизнь немножко стала другой в смысле того что даже если вы делаете все своими силами и своими руками это пункт номер один экономия пункт номер два очень серьезный вариант под названием того что ваши руки растут из нормальных мест они из попы но естественно естественно это 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 очень хорошая тема потому что мы должны работать головой я понимаю айтишников но кроме айтишников есть и другие специалисты которые занимаются другими интересными вещами без которых хоть и не существует айти же не существует без еды правильно айти не может существовать без электричества она не может считать без электричества в природе своей а вы это делаете я считаю что любая работа хороша потому что это и есть работа